Итак, уважаемые господа, не хотите ли вы обзор крутого, модного, классного велосипеда? Ну, подумаешь, только чуть-чуть староватого и совсем немножко бэушного. Итак, я уже, конечно, тут проездил, кое-чего узнал про него, про недостатки. Конечно, когда велосипед за 4000 покупается из ломбарда, не за 16, не за бешеные деньги, как там Гарик Жиробас такой же хлам покупал, по-моему, за 7400. 4000, вот такой же хлам, 4000, как у Гарик Жиробаса, с такой же пружиной, короче, вот. Короче, год производства где-то 2000, я вот так предполагаю, но на нем особо не катались, хотя резина вся чисто стертая. Вот, к сожалению, вот не видно, по грязи проехался. Начнем, пожалуй, с заднего колеса, этот обзор. Тут вот стертая абсолютно резина, но дело не в этом даже. Не из-за этого его сдали в ломбард, не из-за этого мы его купили. Так, в отличие от Мериды, вот здесь вот такая вот подножка, такая подножка есть на пружине, смотрите. Можно поставить и не куда-то там прислонять. Все, в общем-то, более-менее, более-менее было бы, было бы, но об этом позже. Шамано, короче, все как всегда, как тогда было в те годы принято, короче. Все это, вы знаете, у вас велики, если были в 2000-е, там, в 2010-м году, вот, вот такие вот технологии были, короче. Вот это крутая какая-то, смотрите, вообще. Я такого даже не видал. Коча вроде ездит. Тормоза, господа, вроде даже тормозят. Давайте нажму. Вот, в отличие от Мериды, даже тормозят, но только задние. Передние тормоза, кстати, господа, не тормозят нифига. Вот, видите, они не сжимаются вообще. Чуть-чуть они делают вид, что тормозят, на самом деле не прислоняются к колесу вообще. Но это не важно. Это не важно. Вот, из главных недостатков, из главных недостатков, это тяжеленная вот эта вот рама. В Мериде-то была алюминиевая. Тут одно железо. Тяжело будет ездить, потому что она вот эта вот рама несчастная. Она весит килограмм 20, наверное. Вот разгоняешься, это тяжело. А к тому же разгоняться мешает то, что вот здесь вот, вот в этой вот штуковине, короче, там подшипника нет. Там вот, вот есть вот, 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 вот эта штука, да, она как бы намекает, что там подшипник, а его там нет. И поэтому руль, смотрите, руль, не знаю, смогу ли я вам показать, но он, короче, шатается, шатается, видите. Вот, шатается руль. И в этом-то и все проблемы, короче. Вот поэтому его в ломбарды сдали, что вот этот вот руль без подшипников уже, короче. Вот как-то так. Как-то так. А в остальном, ну, нормальный для своих лет, нормальный велосипед. С этой пружиной у меня даже и не было. Мне вот когда-то кому-то завидовал, у кого-то был велик школьные года с такой пружиной. Вот. На самом деле завидовать тут ничего, она ничего не дает практически. Потому что ее надо подвес подбирать. Она, конечно, с таким вот ростом, с таким вот сидушкой. Вот это вот практически минимальное положение сидушки, вот. Она под какого-то супер-жиробаса рассчитана, эта пружина. Она поэтому вообще не прожимается. Вот. То есть, можно считать с дрябающим рулем, короче. Можешь считать, что корпус, короче, монолитный чисто. Чисто чистится железка, короче. Ну, главное, конечно, в этом велике это дизайн. Смотрите, какие вот эти штуковины, переключатели. Их боюсь трогать, а то что-нибудь еще отвалится. Переключатели суперские, короче, стильные, короче. Я такие не видел. 7 скоростей здесь, 3 здесь. От этого никакого толку, конечно же, нет. Вот. И здесь чисто внешне, смотрите. Смотрите, все на высшем уровне для своих лет. Для своих лет просто на высшем уровне. Вот. Регулировка сидений, смотрите. Вот эта вот штуковина вообще делается. То есть, вообще, все для народа, все круто. Все вообще высший пилотаж, на самом деле. Для своих годов, вот, у этого велика. Ну, современные, конечно, круче. Но они стоят, там, по 50 тысяч. Вот. Нечего с ними сравнивать. Вот, видите. Мало катались, достаточно. Не ободрано вот это все. Вот эта фигня не ободрана. Вот. Я поэтому предполагаю, что его на нем, катались только... Только, как сказать... Только в летний период, да. То есть, не особо велосипедиста. Он его не убил, поэтому этот велик. Просто начало дрябать, и он купил новый. Пошел, да и купил новый. Короче, надоело ему. Старый сдал и новый купил. Вот. Я тут проехался тяжело. Он тяжело идет. Но, наверное, не смазан, потому что... Вот, кстати, не особо велосипедиста, поэтому, смотрите, не смазан нифига. Практически. То есть, надо масло какого-то накапать. Может, побежит. Может, побежит еще. Пусть он как вельная черепаха идет. Колесо переднее дрябое. Че я вам повторяюсь, короче. Все вы знаете. Главное, выглядит хорошо. Вот. Подшипник заменить, и будет более-менее, короче. Я надеюсь, он разъездится, короче. Маслом зальем этим. Машинным маслом зальем. Нормальный будет. А то пока как-то херово, если честно. Вот. Первый день. Сегодня купили. Вот. За него хотели вообще 6500. Вроде как. Старговать до 4-х. Вот. Это в ломбарде еще происходило. Вот. Там всякие велики есть. Ну, вот более-менее. Более-менее. Вот. Более-менее. Эвригут. Пишите, что думаете, да? Вот. Вот. Фономаз фиг бы такой купил, когда-нибудь в жизни. Свои. Ну, вообще, нагрузки физические не любит. Вот. Живет всякое дерьмо. И поэтому ему никакой велик не подходит. Да. Да и Гарик же рабас тоже. Ездит два раза в год. Я постоянно путешествую на велосипедах. Поэтому знаю, что к чему. Приблизительно. Сразу. Все проблемы диагностировал, какие могут быть в нем. Не знаю, как исправлять. Наверное, сложно, короче. Вот эту хрень всю снимать. Вот. Наверное, сложновато будет. Не знаю. Разберемся. Разберемся. Как бы ремонт не вышел дороже, чем он сам стоил. Вот. Это меня волнует. На том тушите свет. Подписывайтесь на канал. Все стандартные. Вот. И все такое прочее. Продолжение следует. Продолжение следует.